Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. С 3 апреля я начала показывать пошагово, очень-очень подробно, как я выращиваю рассаду огурцов. В предыдущих видео я показала, что я замочила три сорта семян в теплом растворе эпина, положила их в теплое место, закрыла вот этим контейнером. Потом я показала, как взошли некоторые семена, как я их посеяла в стаканчики, опять же укрыла пленочкой, поставила в теплое место. И вот сейчас хочу показать вам первые всходы и рассказать о судьбе последних семян, которые еще не посажены. Меня не было вчера всего лишь один день, я не занималась, ничем не проверяла, потому что была Пасха. И вот за это время у меня уже проклюнулись некоторые огурцы, и произошло как раз то, о чем я говорила. Огурец как только проклевывается у нас, он может буквально за одни сутки вот так вот вытянуться. Вот этот проклюнулся первый, и за вчерашний день, когда меня не было, он немного вытянулся. А вот этот вот в нормальном состоянии. Вот что теперь с ними делать? Им теперь нужен, как сказать, нужны разные условия. Этим нужен, вот как я говорила, чтобы не высыхали они под пленочкой, такой как типа парниковый эффект. А этим наоборот, нужно уже на свежий воздух и на солнце под лампу. Вы можете сделать, я сейчас буду разделять, я буду вот эти, которые проклюнулись, убирать в другой вот такой лоточек, ставить под лампу. А те, которые я сегодня посею новые, ставить сюда, в пустые места, и опять же затяну их пленкой, и снова поставлю на допаривание. Какие-то тут проклюнутся скоро, какие-то не скоро. Про неравномерность всходов, вообще и семян, и вот этих вот сеянцев, я уже говорила. И вот тут могу сейчас показать вам на лицо, первыми у меня, когда проклюнулись городские огурчики. Городские огурчики проклюнулись на второй день. Настенька проклюнулась на третий день, а зазуля, вот видите семена зазули, она проклюнулась только через 6 дней. Вот третьего. Я в общем контейнере их замочила. Эти уже выросли, замоченные в один день, а эти только-только проснулись. Так что не бойтесь, если на второй, на третий, на четвертый, на пятый день семена лежат и не проклювываются, я сразу говорила, могут лежать и 8, некоторые даже 9 дней. Бывают или старые, или туго всхожие, но причин много, не будем разбираться в причинах. Главное, я рада, что зазуля у нас тоже проклюнулась, потому что я все-таки надеялась на нее. Это самый популярный, такой самый хороший сорт для получения раннего урожая, салатовый. Вот сегодня я буду сеять зазулю, буду сеять так же, как сеяла все вот эти. Я уже говорила про грунт. Составляю грунт, 50% перегноя, 50% полевой земли, добавляю золы, раскладываю по стаканчикам и сею семена. Все, вот этот следующий шаг я вам показала, что как только проклюнутся вот эти стаканчики, им нужно создать совсем другие условия. Они теперь должны быть без пленочки, должны стоять под яркой лампой. Если вот, например, как у нас погода, у нас целую неделю погода пасмурная, идет снег, иногда даже какие-то метели, бураны, ясно, что без дополнительного освещения вот эти огурцы, они не то, что, вот этот он еще и справится, не то, что вот так вытянутся, они вытянутся еще дальше, могут вообще сантиметров 10 и загнуться к окну, к стеклу. Обязательно нужно освещение. Вот поэтому я и сею в несколько приемов, потому что эти проклюнулись раньше, эти проклюнулись на целую неделю позже. Сеять нужно в несколько приемов, не нужно ждать. Сейчас покажу, почему не нужно ждать, я уже об этом говорила. Если вы упустите, что семечко проклюнулось, вы сразу не посадите. Вот как я уже упоминала, что вчера меня не было. И за это время Настенька, видите, Настя, огурец, она не только проклюнула, они быстро, буквально за одни сутки и за другие, они врастают вот в эти, ну, или во влажные диски, или в ткань. Видите, где у нее уже конец корня, вот он. Она уже пронзила весь этот диск, и вот сейчас я выключу камеру и буду осторожно-осторожно разрезать ватный диск, извлекать вот эту Настеньку, поэтому никогда, как, ну, не получится сеять в один день. Вот видите, она уже немного переросла, вот это считается переросшие семена. До такой степени не надо, конечно, допускать. Нужно вот, только наклевыш появился вот такой, вот это последние Настя у меня проклюнулись, и нужно сразу сеять. Вот с этой Настенькой будет проблема. Поэтому, когда я говорила, что в несколько заходов, в несколько приемов сею, это вот поэтому, потому что вот такие семена, если я сейчас дерну неосторожно, корешок оборвется, все, считай, один сеяниц я потеряла. Я хочу сохранить все сеяницы. Еще про контейнер с плотной крышкой. Помните, я говорила, что я закрываю плотную крышку, чтобы она не высыхала? Вот прошла неделя, я еще ни разу не добавляла, ничего не смачивала. Они вот такие влажные, и поэтому очень удобно замачивать именно под плотным вот таким пищевым контейнером с крышкой. Тогда вы можете поставить и несколько дней там не замачивать. Просто проверили, взошло, не взошло, взошло, все прекрасно, садите. Досевать буду по мере проклевывания, как я вам уже показывала, первые посеяла, сейчас вторые посею, потом посею последние. Все, вот этот следующий шаг в этой процедуре выращивания рассады, все идет постепенно, все идет по плану, идет хорошо. Сначала замочили семена, они проклюнулись, потом я их посеяла, поставила под пленочку в теплое место, потом они взошли. И теперь самое главное, не допускайте пересыхания почвы. Огурец, он более влаголюбив, чем томаты. Если про томаты я говорила, ждите, когда почва полностью просохнет. С огурцом так не пойдет. Вот, почва должна быть всегда влажной, умеренно влажной, но без пересыхания. Только вы почувствовали, как пальчиком потрогали, почва чуть-чуть начинает пересыхать, поливайте. Хоть немного, но нужно полить, нужно, чтобы почва была всегда влажная, тогда огурец будет расти так, как ему положено. Если будет недостаток влаги, качество рассады сразу снижается, у вас не будет рассада. Вы же видели, как они огурцы, они такие толстенькие, такие, как сказать, но я не могу сказать, что водянистые, ну а такие, как крепыши, для того, чтобы была рассада вот такой упругие листья, плотные, толстые, им нужна вода. Вода и свет. Я сейчас поставлю под лампу, и те, которые будут рождаться вот с этого лотка, буду добавлять под лампу, буду сеять сюда добавлять, и постепенно, постепенно, поэтапно все вот эти замоченные семена я посею, и потом они все окажутся под лампой. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, и это выращивание огурцов-расады. Субтитры создавал DimaTorzok